Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Брюсов переулок. Один из самых таинственных, странных переулков в Москве. В прошлый раз мы начали вспоминать судьбу Ивана Семеновича Козловского. Как много фантастически невероятного, странного в этой судьбе переплелось. И как не просто тернист был путь Ивана Семеновича к этому дому, который в народе называли «Ласточкино гнездо». Трудно себе представить, но совсем в юном возрасте Ивасик, так его любого называли, в семье и друзья, приятели. Вот Ивасик, когда у него началась ломка голоса, перестал петь. Петь ему просто запретили. Да, вот такое случилось в его биографии. Он сбежал из Бурсы. В это время идет Первая мировая война. Он слоняется по близлежащим деревням и буквально он сам рассказывал об этом за еду. И целые штаны, штанов же не было хороших, начинает петь по деревням. Такой вот кобзарь просто. Собирать деньги. А он, кстати, очень любил Шевченко. Это был любимый его поэт. Вот известная история, правда, со времен Ломоносова, когда будущий великий человек идет, так сказать, буквально пешком в столицу. И вот ломка заканчивается и прорезается тот самый тенор, который мы знаем. Фантастически, говорят, тенор был, что был не просто высокий, красивый, яркий голос. У него были еще удивительные особенности. Да, и вы знаете, что самое интересное? Вот не первый раз мы уже с этим фактом сталкиваемся. Его учили бесплатно. Вот в том самом Киевском музыкальном институте. Когда узнали, кто к ним пришел, ну чем он мог с ним расплатиться? Денег у него не было. Его начали учить бесплатно. Все-таки очень важно в такой момент встретить человека, который способен понять, кто перед тобой, какой талант, так сказать, находят. И помочь. И помочь, да. И вот он начинает заниматься в этом Киевском институте. Тут же его забирают вскоре в Красную армию. И он служит в Красной армии. Он в то время научился очень лихо ездить на коне. Лошадей он полюбил на всю оставшуюся жизнь. И уже когда переехал Брюсов переулок, был такой эпизод в его биографии. Иван Семенович Козловский принимал участие в бегах на ипподроме, но не как зрителя, как участник. И его лошадь звали Горислава. Она пришла первой. Победил. Да. А в этот театр полтавский он приезжал на концерт на лошади, быстренько снимал одежду красноармейца, надевал черный фраг, белую манишку и выбегал на сцену. И тогда ему все кричали, ну давай, Васик, давай. Да, очень они его поддерживали, его однополчане. Вот ведь как интересно случилось его первое выступление. Позвали из Киева некоего певца, звезду, так сказать, местную. Приехал, стал петь. Ну, все собрались. Заканчивается первое отделение. По-моему, это даже был Евгений Онегин. Он не выходит на сцену. Я не выйду. Увеличивайте гонорар. Это неслыханно вообще. Увеличивайте гонорар, а люди же ждут. И тут директор этого театра полтавского, оперного театра, уперся. Ну, как можно? Это же шантаж. Что делать? Вспомнили об Ивасике, послали за ним. А люди ждут в это время. Ждут. Приезжает Козловский и начинает петь второй акт Ленского. Куда вы удалились? Да, вот так вот представьте себе началась певческая карьера Ивана Семеновича Козловского. Куда, куда, куда вы удалились Весны моей злотые дни? Саша, но в это же время он встречает в театре блистательную актрису, звезду, приму, красавицу Александру Алексеевну Герцог. Город цветов, поклонников, успех невероятный. Она на 14 лет старше Козловского. Случается не просто роман, а бурный роман. И с той, с другой стороны, она влюблена, голова Козловского тоже идет кругом, они женятся. Тогда он становится мужем самой Герцога. Так называют его. Конечно, она им очень помогает. Открывает двери туда, где его бы и на порог не пустили. Иван Семенович, конечно, всю жизнь любил свою первую жену. Никак он не мог с ней развестись, когда на горизонте появилась Галина Сергеева. Несколько лет он мучился. Представьте себе, и все так и говорил даже. Как же я могу? Хотя она столько для меня сделала. Как же я ее оставлю? Она ведь останется одна. Вообще Герцог была очень популярна тогда в Полтаве. И очень красиво. И очень красиво. Там еще и публика была специфическая. Вот эти однополчане Ивана Семеновича, они приходили ведь в полном обмундировании. С винтовками, с гранатами. И нередко замахивались на гражданских зрителей, когда им казалось, что что-то не так. Но и Васик-то получал от них. Да, очень много аплодисментов. А Герцог получал букеты, в которых нередко находили бриллианты. Вот так было принято. Вознаграждать своих любимых кумиров, любимых певиц. И друг голодный и вечно голодный красноармеец Иван Козловский. Очень многие не поняли. Но это была любовь. Любовь. Что тут сделать? Химическая реакция. Но говорят, что Шаляпин, когда услышал Козловского, сказал, ну вот сволочь, как хорошо поет. Да, это правда, действительно. Эту фразу приписывают великому русскому певцу. Когда Козловского пригласили в Москву, герцог, надо сказать, пожертвовала своей карьерой. Она перестала петь, она ушла со сцены и посвятила свою жизнь. Козловскому она стала его экономкой, подругой, любовницей, сестрой, нянечкой. Он вообще не касался никаких бытовых проблем, материальных. Все было прекрасно. Он мог с ней поделиться, мог поплакаться, мог рассердиться. Она его любила. И через, конечно, какое-то время такая большая разница должна была сказаться. 14 лет это много. Да, и она сказалась в 1934 году, когда Иван Семенович отдыхал в Крыму. Дело в том, что наркома здравоохранения Симашко посоветовал Ивану Семеновичу ежегодно выезжать в Мисхор, чтобы укреплять свои голосовые связки. Ну, туда он и направлялся. Очень любил Крым Козловский. Старался каждый год выезжать туда. Он вообще был очень подвижным человеком. Вот смотришь на его фотографии семейные. Например, 1974 год. Козловский на теннисном корте. Потом 1974 года. Он в прекрасном форме. Ему не дашь больше 50 лет. А дом у него до конца висели кольца. Да, гимнастически. До 90 лет прекрасно подтягивался. Он был очень стройным человеком. Вообще, такой вот настоящий тенор. Тот же Шаляпин ведь сказал такую фразу. Тенор – это физический недостаток. Что он имел в виду? Ну, конечно, так сказать, большие нагрузки и необходимость поддерживать тебя в соответствующей форме. Что уж греха таить? Мы привыкли к другим тенорам. Почему-то сейчас принято считать, что тенор – это очень большой мужчина, который даже порою не влезет в телевизор. И вспомните Козловского. Всегда стройный, в смокинге. От жары такой. В бабочке. Белая рубашка. Причем он ведь, конечно, был окружен саботой первой жены и второй. Но при этом у него было очень такое отношение к искусству, как к святому. К храму. Как к храму, да. Но это же он говорил, Саша, что тенор – певец – это очень хорошее здоровье. Умей себя держать в здравии, и ты будешь хорошим певцом. И он делал гимнастику, он прекрасно плавал. Блестящий скакал на лошади, был наездник блистательный. Берег свой голос. Но вот в случае с Сергеевой вышла совершенно наоборот. А вот точнее. Кто такая Сергеева? Знаменитая советская киноактриса 30-х годов. Пышка. Пышка, да. Пышка, актриса еще она играла. В общем-то, она и запомнилась, как звезда 30-х годов. Кто-то ее называл очень аппетитная женщина. Аппетитная, как говорят нынче, сексапильная, очаровательная. Количество мужей ее и поклонников превышало, в общем-то, как говорят все… Норму. Норму. И могло бы украсить приличную доску почета. Иван Семенович – вот странная фигура, вы знаете, в этой коллекции мужей Сергеевой. Потому что до этого ее мужем был Гобович, знаменитый артист балета Большого театра. После Ивана Семеновича там был профессор, светила медицина. Каплер, кстати, оказывал ей внимание и звонил. Звонил домой непосредственно. Иван Семенович сохранил письмо. Где он описывает вот этот вот инцидент. Он находился дома в Брюсовом переулке. И вдруг звонит мужчина и спрашивает Галю. А кто это? Это Каплер. Ну, ее нет. Он положил трубку и потом ее и написал. Он пишет так интересно. Миленькая моя. Или ты уже не миленькая? Понимаете? И действительно, так сказать, она пользовалась успехом, видимо, и Каплера. Но вот смотрите, что произошло с Козловским. Он влюбился. Сразу пришел. Сразу, да. Она вообще не знала, кто это. Она не ходила в театр. Ну, интернета тогда не было. Соответственно, она и не могла знать, кто это Козловский. Ей стали говорить. Это тот самый певец Большого театра. Поклонницы рвут его пуговицы у него с пиджаков. А он пришел встречать ее на вокзал. Значит, в шортах, в сандалиях и в этой самой... В майке. В майке. У него еще панама такая была. Ну, Иван Семенович, конечно, стал вести себя как мальчишка. Ну, хотя ему и было 34 года. Мальчишка иду. Он залез по водостучной трубе в ее номер. И самое главное, он никогда не пел на отдыхе. Было такое правило. Он берег себя. Он же приехал отдыхать, а не пел. Вечи, связки. Да. А она ему сказала, ну, вот любишь меня, пой. Ну, Иван Семенович спел, да, на санаторном вечере там каком-то. Вот она это оценила. Они приехали в Москву. Он еще несколько лет не мог развестись. С герцог. Ну, и в итоге потом сложилась такая светская пара. Козловский, тенор Большого театра. И жена прелестная Сергеева. Их постоянно видели, конечно, вместе. Ну, вот, например, надежда красивая пара была. Потом она любила очень нарядно одеваться, любила дорогие украшения, открытые платья. И когда шел стройный, высокий, козловский и роскошная женщина в роскошных нарядах, это, конечно, наверное, радовало и ласкало глаз. Соседи не приняли новую жену, с трудом, с трудом переварили известие. А Бухова, вы помните, что она сказала? Она сказала, что это за сверестелка такая, на 14 лет младше, далека от классического искусства. Она отнимет у нас нашего дорогого Ивана Семеновича. А ты знаешь, как добавила, как особо императорской фамилии, оперный певец должен жениться только на своей среде, только на равных. А какая-то приятельница возразила и сказала, Наденька, ну не волнуйтесь, козловский больше всего на свете любит только одно существо, свой голос. Это было совершенно верно, как показала вся последующая жизнь. А пока что они появляются в свете очень часто. Например, Новый год встречают у Буденного, в Центральном доме работников искусства, день рождения отмечается. У Паскрёбышева любили бывать. У Паскрёбышева, да. В общем, у них интересные были имена. И интересные знакомые были, относитесь. Но на «вы» называли друг друга. Она его называла на «вы», а за глаза, как говорили, называла его «ванюрчик». Да-да, на людях вы, Иван Семенович. Говорят, очень часто ссорились, и соседи даже слышали крики из благополучной квартиры. А ссорились, потому что денежный вопрос испортил. Иван Семенович Козловский отличался большой щедростью и любил дарить, любил помогать. Например, он мог огромный свой гонорар в 25 тысяч рублей, по тем временам это огромные деньги, пожертвовать на строительство детского дома или построить школу музыкальную в Марьяновске своей. 20 лет он бесплатно давал концерты для детских домов, и весь сбор уходил на содержание этих домов. Жене это не нравилось Галюнчику. Ей трудно было понять, ведь как начинался его день перед спектаклем. Прежде всего, даже за неделю он начинал репетировать. Вот он пять дней репетирует, она же не может понять, он не ест, не пьет, не дышит, соответственно. Наверное, и внимания никакое ей, так сказать, не оказывает. Разные люди все-таки, разные. Конечно, и она классическое искусство не очень любила, оно казалось ей странным, чуждым, непонятным. Но еще была личная трагедия, родились две девочки, одна из них была очень тяжело больна, боялись, что она останется горбатой на всю жизнь. Тогда вот и появляется знаменитый профессор, Чикалин его фамилия была, профессор Чикалин, знаменитейший человек московский. Он делал операцию девочке, спас ее от такой сильной сутулости, и, собственно, она ушла от Козловского к нему. Говорят, Козловский несколько месяцев вообще находился в жучайшей депрессии. Он ни с кем не разговаривал, сидел в темной комнате и искал любого предлога, чтобы только увидеть свою галочку. Некоторые считают, что это послужило причиной ухода Ивана Семеновича из театра. Но все-таки, я думаю, это не так. Середина 50-х годов – это вообще закат того золотого века Большого театра. Скорее всего, и мы скажем об этих причинах, там были причины материального порядка. Но ведь действительно, действительно, многие отмечают, что он любил ее всю оставшуюся жизнь. Но когда она, наконец, ушла от своего профессора и еще от одного мужа, она захотела вернуться к Козловскому, и он не смог простить. Вот так. Мне кажется, что спасала его сцена. Музыка, вокальное искусство. В 1926 году Иван Семенович дебютировал в Большом театре. 30 лет он почти пел на сцене. И какие партии пел. Да, и началось все с роли Альфреда в опере Верди Тревиата. Ну, его очень поддержали там Ипполитов Иванов, который дирижировал вот в день дебюта Козловского. Он сразу сказал, что этот молодой человек очень далеко пойдет. И поддержал его действительно. И это предсказание сбылось. Но ведь в какое время он пришел в театр? Еще Собинов пел. Там же Евлахов. Тоже знаменитое имя. Знаменитое имя. Озеров. Юдин. Он не стушевался, а на их фоне выступил очень ярко и заставил обратить на себя внимание. Он поет Владимиров в Дубровском, Герцогов в Регалетто. Ведущие партии. Но говорят, Саша, что характер у Козловского был очень упорный. И если он что-то задумал, он это осуществлял. Не вникая и не используя никаких интриг, наговоров, он не любил этого. Он начальство любило его. Например, Сталин считал, что он любимый его певец. И иногда, среди ночи, за ним присылали машину, везли к Сталину. И Сталин говорил, ну что, пой, пьем, пел. Да, это было, я думаю, это было тяжелым испытанием для Ивана Семеновича. Однажды, вы знаете, он отказался. Да, это известный случай. Он отказался и сказал, что болен. Когда Сталину доложили, он сказал, ну что ж, хорошо, пусть этот хохол бережет свой голос. А мы с Берией сами споем. А хохол пусть слушает. Знаменитая история и другого плана, когда Иван Семенович, исполнив одно произведение, отказался бессировать. Но это вообще было ужасно. По тем временам стал показывать на свое горло. Мол, горло я берегу. А может быть, болело оно у него. А его главный обожатель и поклонник тоже стал показывать пальцем на свой френч, круглый такой обводить. Якобы орден. Хочешь? Иван Семенович спел и получил орден. А другая история, когда его упрашивают, значит, сталинские соратники там спеть что-то. Сталин говорит, я знаю, что он хочет спеть. И называет там, допустим, «Люжоя на небо» и так далее. Я-то знаю, что он хочет. Естественно, что он знает, он сразу и поет товарищу Сталину. «Люжоя на небо, да и думку гадаю. Чому ж я не сокил? Чому не летаю? Чому ж ныне, Боже, ты Крым я не дам? Я в землю покинул, и в небо злитнул». Музыкальный маршрут «Вспомним то, что нам дорого. Вспомним то, что нам близко. Вспомним все, что мы любили и любим». По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Иван Семенович был довольно требователен к себе. И он не скрывает, что вот тот знаменитый спектакль, когда он заменил Собинова, он очень волновался. Да, мы напомним, что Собинов потерял голос, и пришлось Арию Ленского петь Козловскому. И когда вот он свое верхнее до исполнил, это было в спектакле Ромео и Джульетта, оперы Гунов, и все участники оперы, участники спектакля, коллеги Ивана Семеновича, они отметили, что он превосходно просто на высочайшем уровне выступил. Но сам Козловский боялся другого. У Собинова было огромное количество поклонниц. Он боялся, что они не примут его. И вот он слышит сначала «Все замерли», один хлопок, второй. И уже к концу оперы буря оваций раздается, то есть его признали. А сам Собинов прислал ему записку с такими словами «Спасибо, что вы такой». Собинов был очень дружелюбного и милого человеческого характера. Да вообще, мне кажется, что дореволюционные тенора относились друг к другу более тепло, чем нынешние. Да и Иван Семенович с тем же Сергеем Яковлевичем Лемешевым. У них не было дружеских отношений. Мы, наверное, затронем эту тему также в наших передачах. Они уважали друг друга. Но. Но. Знаете, анекдот ходит. Антагонизм присутствовал. Ходит анекдот. Идет Козловский в радиокомитет на Никитской. Ему говорят, пожалуйста, покажите пропуск. Он говорит, да нет, у меня пропуска нет. Ребята, я Козловский. Козловский. И охранник говорит, да хоть Лемешев. Жестокая шутка. Но, тем не менее, она показывала отношения этих людей. Любовь к своему голосу и забота о голосе была просто притчей в языцах у всех служителей и артистов Большого театра. Во-первых, Козловский всегда ходил замотанный в теплый шарф. И иногда разводил руками и качал головой, что он говорить не может. Злые языки говорили, что не разговаривает, потому что боится сказать что-нибудь лишнее. А лишнее говорить нехорошо. Да, шарф был непременным атрибутом Ивана Семеновича, особенно на природе, да и на улице, даже летом. И вот писатель Владимир Солоухин как-то поехал с Козловским в Апсков. Козловский как-то сразу его выделил, Солоухина, читал его произведения, видимо. И захотел, чтобы писатель поехал с ним в Апкомовской чайке. Потому что все остальные ехали в Черных Волгах. А было жаркое время, зной палящий. И Солоухин никак не мог избавиться от этого приглашения. То есть ему было приятно. Но дело в том, что Иван Семенович всегда ездил в машине с закрытыми окнами. Там не было кондиционеров, я так понимаю. И Солоухин прекрасно понимал, что ему придется ехать в этой черной душегубке. А Иван Семенович что? Он, так сказать, трудно с тем привык. Он еще участник гражданской войны. Ему бояться нечего. Он же голос бережет. Боевый вообще артиллерист. Кавалерист. И кавалерист. Да, кавалерист. Но надо сказать, что в Большом театре он спел 50 партий. Это очень много за всю свою творческую карьеру. Но была одна страница в его жизни, когда он пошел на эксперимент. Он создал ансамбль оперы. Государственный ансамбль оперы. То есть о чем идет речь? Чтобы исполнять известные оперы в концертном исполнении. Это ему удалось. Очень приняли хорошо зрители 30-е годы. Мы уже рассказываем об этом периоде его жизни. Но вот поразительно. Ему удавались партии даже женские. Вот он на репетиции оперы Орфея. А он пел ее в очередь с Марией Максаковой. А она же мецисопрано. И партия Орфея мецисопрановая. И вот Козловский после большой фразы, не прерывая звука, сразу переходит на следующую фразу. Причем на одном же дыхании. И были люди поражены. Сорвал, конечно, сразу на аплодисменты. Мне не страшны А до страдания Скорби моей Не найти названия Не найти названия Тех мук не знает и ад Что грудь мою Тоской Томят Что грудь Мою Тоской Томят И после этого он уже успокаивается И предлагает еще раз повторить Еще раз повторить Невероятно Да, и его назвали непревзойденным Орфеем То есть у него был уникальный голос А голос такой, что ему было по силам петь не только ре бемоль, но даже ми третьей октавы То есть это огромный диапазон Да, и коллеги отмечали это Да, это был немощный голос, но на редкость виртуозный Эластичный, что только они говорят Гибкий, легкий Это в данном случае я цитирую Наталью Шпиллер Тоже очень известную певицу То есть дикция очень Ну это мы с вами можем и судить Очень точная Все понятно, что он пел И фактически всю свою жизнь Иван Семенович только темой занимался Что совершенствовал свой голос Может быть это и правильно Потому что это его профессия, это дар Божий А к дару Божьему нужно относиться Как он говорил Внимательно и благодарно Не перебарщивать и не убивать то, что в тебе есть У него в записных книжках несколько фраз, которые мне нравятся Например, он пишет В чем счастье? Отдавай, что имеешь, и отдавай скорее В отдаче ты и есть взаимное обогащение Если испытываешь кому-то отрицание, неприязнь, нелюбовь Подумай о том, как ты ему можешь помочь И сразу все исчезнет Это было правило жизни А как-то выступая перед молодыми певцами Он ответил на вопрос Какой совет вы могли бы дать нам? Он сказал Бойтесь в жизни трех вещей Бога, дирекцию и родственников Может быть он имел в виду родственников, которые приезжали к нему из Марьяновки Ну, кто знает Он их любил и всегда чудесно угощал Вообще он был щедрый человек Прекрасные галушки, горилка всегда Песни, танцы, которые возмущали соседи Но он был человек и очень суеверный Несколько его особенностей, его характера Просто удивляют Он, например, никогда не мог идти по дороге Если перебежал дорогу черный кот Никогда не мог вернуться Даже если забывал что-то очень важное Потому что считал, что если вернется, день не случится Ничего не получится Это еще цветочки Ну, кошку мы все же знаем Черная кошка Пустые ведра И не дай бог, если уборщица большого театра Перед Иваном Семеновичем забывала ведро Это еще куда не шло Были такие приметы у него Провождавшие всю его жизнь Например, знаменитый портфель Мы-то привыкли к тому, что Один известный сатирик все время ходит с портфелем Но я так думаю, что эту идею Ходить с рваным портфелем Он позаимствовал Ивана Семеновича Вот представьте себе В середине 20-х годов Один коллега подарил ему портфель Кожаный портфель Иван Семенович носил в нем ноты И он решил, что этот портфель Приносит ему счастье И что он должен всю жизнь быть с ним К концу жизни портфель превратился в нечто Он был перемотан веревками, проволокой Многие люди не могли понять Которые впервые видели Ивана Семеновича С этим портфелем, что это такое Ну неужели так плохо живет на пенсии Великий артист Это одна вещь Не могу не вспомнить Ему когда-то сестра Чехова Мария Павловна Подарила ему пилотку Которую ей в свое время подарил Жабахарланеру И вот он считал, что эта пилотка Приносит ему здоровье И бережет его от неприятностей И он носил ее, не снимая всегда До 93 лет Да, кстати Мы и запомнили его таким Наше поколение Что Иван Семенович в белой шапочке И когда я узнал об этом Действительно поначалу странно Что это вдруг он в шапочке-то А теперь это вообще глубокий смысл приобретает Жабахарланеру Борет за мир индийского народа Подарил таким образом Ивану Семеновичу Шапочку Деталь, да, своего туалета Иван Семенович полагал, что она приносит ему счастье И обеспечивает долголетие Но это не самое интересное То есть это все еще цветочки Не самое интересное причудо Иван Семенович считал, что, например, к счастью Опаздывать И многие готовы были ждать его И полчаса, и час Потому что были уверены Что Иван Семенович в итоге придет на репетицию Но это еще что Была у него такая причуда Он считал, что если он заходит в помещение через одну дверь То он не может выйти обратно через эту же дверь В здание То есть он должен обязательно из другой двери выйти Да, да И вот однажды, это было в 1941 году 16 октября Они ехали с Михайловым Максимом Дормидонтовичем И его другом хорошим Прекрасным певцом Певцом, с которым они исполнили Нелюдимое наше море Удивительный дуэт Они ехали из Москвы Это был страшный день Москва была вся забита Все устремились Эвакуация началась хаотичная Их отправили на машине А семьи уехали в Куйбышев на пароходе И вот они приехали в Горький Чтобы в Горьком пересесть на теплоход И поехать туда Но нужно было в гостинице переночевать Вот они приехали Расположились И уже поздно А Иван Семенович Ему не сидится на месте Он говорит Михайлову Пойдем-ка мы Максимушка В местный театр В оперный Да что ты Ну уже поздно Ваня Ну какой театр Там уж люди-то разошлись все А видимо уже даже спектакль закончился Ну что делать Пришли Там конечно их узнали Накрыли стол Как могли Военное время Посидели Вспомнили Знакомых Да Вспомнили Видно так сказать Общих друзей Ну что ж Пора уходить в гостиницу А Иван Семенович Говорит А я вот пойду Через центральный вход Они вошли через служебный вход А ему говорят А уже закрыто Ну а вы откройте А ключи у старожихи А вы позовите А старожиха за рекой живет Ну вы пошлите за ней А мы посидим пока тут И сидит Время проходит Приезжают люди Старожихи нет Что делать Уже ночь Полночь Ну что В итоге уговаривает его Михайлов Что Ваня Ну сколько же можно Давай через окно Нет он придумал Такую вещь Козловский Вышел он А так же Через служебный вход Обошел все здание Подошел к подъезду Центральному Взялся за ручку Постоял так Потом уже пошел В гостиницу Ах Ну вот особенности характера Говорят что он Никогда не пил лекарства Потому что считал Что пьют лекарства Только старики А я говорил Козловский Стариком становиться Не собираюсь Да Это удивительно Он действительно Любил лечиться Народными методами И наверное Это ему помогало Но главное То что лечила его Это музыка Его голос И вот Интересная тема Насколько часто Пел Козловский В Большом театре Берег ли он Свой голос Как-то во время войны Сталин Позвал к себе Замечательного дирижера Мелик Пашаева И Мелик Пашаев Обмолвился В общем Про зарплату Солистов оркестра Большого театра Мол Хороший оркестр Но вот так вот Маловато А сколько получают они Спросил вождь 1200 рублей Товарищ Сталин А тогда средняя зарплата Была 800 рублей Ну Интеллигентская Скажем так зарплата Это мало Давайте дадим 6000 И тут он Сидевший рядом Молотов Просто открыл рот Было бы странно Он даже Посмел ему возразить И сказал Не многовато ли Робко сказал Нет-нет Подумаем И вот началось Всем подняли зарплату Дирижеры стали получать От 6 до 9 тысяч Огромные деньги Поделили Ну а что же первачи Так называемые Козловский Лемешев Рейзен Народные артисты СССР Они получали по 4000 Теперь они стали получать По 7 7000 Ну хорошо Это прекрасно Ведь что Государство так заботилось О великих певцах Которые радовали народ Своим пением Правда? Но было такое правило Интересное Что вот такой вот Первач Народный артист Советского Союза Он должен Первач Ну это Сленговое название Да Вот это Первый певец Первый артист Должен петь 7 спектаклей В месяц Много Много Но что это значит Много Потом Козловский и Рейзен И вовсе Стали петь по 4 спектакля А что это вот за спектакль Может быть это Евгений Онегин Нет Это всего лишь Садко Где Иван Семенович Например Исполнял арию Индийского гостя Вот он споет 4 раза Конечно это было уже После войны Он берег себя Но многие стали замечать Что вот Лемешев Например Не бережет себя По колхозам выступает На фабриках и заводах Мы знаем Что было два тенора Лемешев и Козловский И вообще Удивительным талантом Видимо обладал Сергей Яковлевич Потому что Было очень тяжело Ведь он же пришел позже Козловского И он стал вровень с ним Да он не был Любимым певцом Сталина Мы знаем Но это ему не повредило Ну он позже стал Народным артистом СССР Может быть даже помогло Орден получал Не Ленина там А Трудового Красного Знамени Но Козловский Был очень обласкан Партией правительством Потому что он стал Народным артистом СССР До войны А их тогда было По пальцам пересчитать Та же Нежданова Станиславский Представляете В каком ряду Находился Иван Семенович Ну все потому Что у него был Горячий поклонник Который мог вызвать его Среди ночи И при этом мог бы сказать Ну-ка позовите мне Моего хохла И причем Вот вы представьте себе Состояние Козловского Человек который Бережет голос Должен ночью подняться Зимой даже В любую погоду Приехать И их там развлекать Там за столом сидят Вечеринка такая Вот Расслабляются Да А он пойдет Да это унизительно Унизительно он терпел С Поскребушевым дружил В гости ходил Новый год с Будённым встречал Иван Семенович Конечно был Очень специфическим человеком Но об этом мы поговорим Когда встретимся Вновь в Брюсовом переулке Город полон тайн И звуков Ленительных Страстных Судьба города Судьба домов Судьба людей Сквозь музыку города И за поворотом Нас ждет Новая история Новая судьба Новая мелодия По улицам города Прогуливались Ирина Кленская И Александр Васькин Режиссер программы Виктор Енченко Программа создана При финансовой поддержке Федерального агентства По печати И массовым коммуникациям